здравствуйте дорогие друзья мои подписчики с вами снова фирма peterson и я эдвард петер сегодня я бы хотел с вами поделиться во время нашей наших посиделок как я организую свой процесс вы помните что я отфотографировал целую кучу фотографий всего получилось 458 за два дня работа на выезде косметических кресел лежаков и так далее приборов стульев и я воспользовавшись яндекс диском вот он у меня тут 4 40 гигабайт почти свободных очень щедры в этом плане яндекс диск мне нравится с ним работать я взял 458 фотографий и я не стал делать их через photoshop уменьшать есть такая программка у меня называется смыл фото так просто и аусферн сказать я сказал какой мне размер нужен вот здесь до сохранения можно заставить допустим по 1000 по ширине сохранением пропорции да и и сказал что вот из этого источник вот в этот пожалуйста положить нажать на старт буквально через три минуты он мне все это сделал уменьшил 458 фотографий которых я загрузил на яндекс диск и дал и мы с помощью имела дал возможность там управлять этими файлам здесь удалять ставить и так далее тем самым я дал возможность своего клиента выбрать нужно ему количество чтобы не получалось так что вы начинаете делать обрабатывать а это мне нужно было этого как-то неудачно получилось то есть самое самое простое это вот дать ему выбор и он замучается он действительно замучился два дня выбирал вот я сидел отдыхал в это время готовился а потому что знаете вот этот отбор самому или заказчиком вместе сидеть это потеря времени а так и на него это дело складывал потому что что хочешь что я тебе сделаю после того как он выбрал из 458 выбрал 208 я зашел в яндекс диск скачал и получил вот такой архив то есть вот здесь 208 фотографий который мой клиент хочет так вот выберем все получим 208 элементов видите хорошо для меня это уже большая помощь было и облегчение в работе почему я через photoshop это не сделал уменьшению потому что это дольше будет а эта программулька запомните и она делает все лишь одну операцию и быстро все а photoshop если загружать туда 458 фотографий просто захлебнется придется частями по 50 или там по 60 поэтому вот советую смайл фото или смейл фото смайл по-моему другое смайл неважно так вот после этого я естественно иду photoshop я смотрю какой в архиве мне на сегодняшний момент надо кое-что я уже сделал вот я вижу что ему нужен вот этот и вот это я еще не делал ну давайте возьмем вот этот 4791 берем photoshop открывать это не то немножко открылась так где он у меня так медиа у меня так медиа и эти копии делал так и мы уже видим что некоторые так это не здесь вот он некоторые уже успел обработать вот они они а я беру из вот этой папки так вот все вот видите то есть я здесь обработал вот он потом он мне говорит мне надо 491 вот она 490 ну давайте возьмем 491 немножко усложняет так смотрим вот она она и начинаем мы с того что берем перышко и поехали перышком все выделять мы выделили говорим что нам надо с вами выделить область окей и Ctrl C Ctrl F или Ctrl G и вот выбираем так здесь второй раз остановимся нажимаем Ctrl стрелочка назад он завевает белым фоном так продвинем чуть-чуть подровняем вот так если желание есть то перспективы поправляем обычно на это внимание не обращают это на всякий случай для себя хорошо далее мы видим вот это стекло и розоватый оттенок ну это софтбоксы мои это не совсем ничего страшного потому что мы сейчас ставим черно-белый вот он черно-белый встал здесь на маске просто-напросто быстро убираем этот черно-белый так и теперь соединяем далее немножечко украшением занимаемся вот так сделаем новый слой цветность и вот таким цветом допустим да здесь делаем немножко покрасивше стекло естественно мы можем выбирать сколько нам насыщение надо сколько нам не надо да если куда-то попали не туда всегда можно убрать здесь допустим раз убраем все хорошо так тут у нас попало где-то и тут я забыл вырезать ну что сейчас попробуем так удаляем так убираем выделение и пойдем сейчас вот насыщенность немножечко поиграем с насыщенностью так и посмотрим сколько нам надо непрозрачности вот оно будет немножко веселее выглядеть и заодно еще тоже поднять немножко яркость этого места инвертируем и с помощью белых быстро проходим все вот тут я пролетел новость ясно что когда мы снимаем на белом фоне то ребята белый фон есть белый фон поэтому что-то должно быть серое понятно да так здесь у нас если я заехал то и без проблем вот этой губочкой раз 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 убрали так цвет мы насыщимся вот так хорошо следующим этапом у меня здесь есть уже заранее сделанный т т который мы подкладываем под этот слой собрать так это быстренько сюда раз развернем или же потянем вот так я тут не делаю вторую тень потому что это перебор на этой цене она как бы не заложена чуть-чуть поменьше вот так вот так вот так вот так и я сейчас смотрю что все таки можно еще добавить светлого на самом шкафчике вот так смотрим да дальше происходит следующее то есть я вот сделал это все теперь я могу пока да вот этот пилесо здесь мы можем убрать вот так хорошо чтобы по кайфу было можно еще под колесиками подложить тень сейчас покажу допустим вот я это копирую вот эту вот эту и вот допустим я могу еще сюда подложить сюда подложить сюда подложить вот там то есть вот в эти места я мог запросто это сделать таким образом увеличить таким образом увеличить похоже с тени на настоящий ну как я сказал это по большому счету перебор для этого случая поэтому я ограничусь только тем хорошо когда мы это сделали я просто это сохраняю в большой папке то есть здесь у меня большие потому что под номером она так и идет но только мне надо свести всех на один слой чтобы это был джепик сохранить да а далее совсем просто у меня сделано написан небольшой скрипт вот здесь когда я беру допустим рамку и вы видите у меня заданные пропорции 3 к 2 вот она для своего заказчика я поставляю 2000 на 133 на 1333 размер соответствует 3 к 2 и теперь мне остается нажать эту кнопку все он это сделал он уменьшил он сделал умную резкость вот она сейчас идет и и теперь я иду в яндекс диск говорю загрузить вот он 91 я его бросаю сюда и тот человек который у моего заказчика занимается тем что ставит с описаниями со всеми делами на страницу он может сразу со мной рядом работать на страницу то есть я ему поставляю в течение дня штук 30 от силы если сложно если не очень сложно 40 вот и тогда мы идем синхронно то есть он доволен тем что его не надо ждать когда я пять дней отработаю поставлю ему и потом садится это то есть это вот хороший отработанный процесс если будете таким заниматься то я вам именно вот такую схему и советую потому что она более эффективна и и Редактор субтитров А.Семкин